Хлеб продукт первой необходимости. Во все времена в любой семье ни завтрак, ни обед, ни ужин не обходятся без хлеба на столе. Хлеб это и быстрый перекус, и десерт. И с самого детства нам сложно устоять перед ароматной румяной корочкой, только что испеченного хлебом. Ханты-мансийцев снабжает горячей и ароматной выпечкой Горпо уже почти 90 лет. Наше предприятие берет начало в 1932 году под названием Горепкоп. Работало поначалу 60, 180, 200 и так дальше рост работающих был до 1380 человек. Само предприятие, значит, это розничная торговля, общественное питание и производство хлебобулочных изделий. Прежде чем встать у руля Горпо, Ярослав Ярославович много лет трудился в пекарне на различных должностях. Сегодня на стене почета можно насчитать больше десятка ветеранов промышленности, которые удостоены медалей, орденов за вклад и развитие жизни страны. Хлебопекарня работала в фронтовые годы, но такое, каким сегодня югорчане знают предприятие, оно стало лишь в 1969 году. Времена менялись, менялись формы собственности, управленцы, но хлеб продолжал выпекаться. Хлебное производство только на первый взгляд обывателя довольно простое. Замесил тесто, поставил в печь. Но мало просто испечь вкусный хлеб. Он должен храниться положенной гостом сроки, оставаться мягким, свежим и соответствовать всем нормам хлебопечения. Приятно смотреть, как люди с любовью выполняют свою работу. Складывается ощущение, что не только печь делает хлеб теплым, воздушным, но и тепло человеческих рук. Кадровой текучки здесь нет, заработная плата достойная. Не так давно ее даже немного повысили. В техническом оснащении стараются также шагать в ногу со временем. Часть оборудования обновили. В хлебопекарне установлен новый мукопросеиватель и тестоделитель. Сегодня ассортиментная линейка хлебопекарни насчитывает более ста наименований. А в том, что продукция ханты-мансийского горпо пользуется успехом, мы убедились лично. Продукция нашего хлебокомбината занимала и занимает первые места на выставках, конкурсах, ярмарках и фестивалях хлеба. Производство по вылову и переработке рыбы в Ханты-мансийске было построено и запущено в далеком 1930 году. Тогда предприятие называлось Самаровский рыбокомбинат. Производство стало градообразующим. На нем трудилось около полутора тысяч человек, а на тот момент это 2% от общей численности населения Югры. В военные годы рыбокомбинат отправлял на фронт порядка 70% всей продукции. А сегодня рыбокомбинат Ханты-мансийский переживает новый виток своей истории. На предприятии можно наблюдать полный производственный цикл от вылова и разведения рыбы до переработки и ее реализации. Предприятие занимается круглогодичным выловом, кроме весеннего нерестующего запрета. Конечно, пока рыба идет на нерест, никто не становится исключением, а также в период ледостава или дохода. Заниматься рыбалкой невозможно, чисто физически. На данный момент на предприятии работает 80 человек. По договорам оказания услуг привлекается около 200 рыбаков. Тенденция рыбодобычи и переработки ее в Югре сегодня такая. Югорская рыба скупается у мелких предприятий и частников и вывозится из региона в центральные районы страны. И чтобы максимальное количество сырья оставалось в регионе, и здесь же перерабатывалось необходимо большое слияние. Проект перезагрузки рыбокомбината Ханты-Мансийский очень большой. В столице Югры планируется строить главное опорное предприятие. А общий объем продукции только по вылову планируется ставить около 3000 тонн в год. При таких объемах мощностей станет не хватать и будет разрабатываться проект второй очереди вялки и копчения продукции. И создание собственного логистического центра. Продукция рыбокомбината не залеживается на складах и прилавках. Очень пользуются спросом полуфабрикаты. Пельмени, котлеты и фрикадельки. А также горожане очень полюбили горячую продукцию кулинарного цеха, которая в 9 утра уже ждет их в магазинах. На сегодняшний день рыбокомбинат Ханты-Мансийский активно развивается и наращивает товарооборот. Сбыт представлен четырьмя универсальными магазинами в городе Ханты-Мансийск. И что немаловажно, предприятие осуществляет доставку продуктов питания во все образовательные организации города.